доброе утро друзья пришли с бэби домой из прогулки я еще на прогулке слышала что что-то гудит у нас в этом районе и пришла ее искупала и сразу скорее смотреть кажется я была права и будут покрывать эту площадку вон такой же таким же настилом как площадка через овраг вот там вот разноцветные так что я очень рада потому что но я сюда не хожу с бэби гулять потому что ну конечно мы по площадке гулять не будем но и весь асфальт был затянут песком не знаю наверное видно дождем немножечко смылом вот по всем дорожкам как выходящим и входящим на эту площадку был растянут песок прямо вот ну очень сильно даже я не знаю почему видно не видно вот там стоит синяя и черная машинка и под ними прям потеки песка не знаю дождем и что ли на мыло понятия не имею но то есть с этой стороны все 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 в песке я когда прихожу и купаю бэби вот отсюда как когда приходила мы на площадку не выходили но здесь в такой степени все затянуто песком что у меня потом пол ванны было в песке и я боялась что у меня все весь слив забьется песком и что я потом делать буду он же как бы это не бытовое там жир или еще что-то мелкие камушки так что я очень рада что все это затянется у нас отвратительная погода бэби гулять не хотела вон завидую там гуляет женщина с собачкой возле оврага и собачка очень спокойно гуляет бэби каждую секунду трясется каждая капля для нее это оскорбление и высочайшие сущности нью-йорки они вообще очень своеобразные собаки считают себя королями мира соответственно к себе такого же отношения требуют и от человека и от природы так чтобы быстро быстро прогулялись и быстро быстро прибежали домой но еще я очень сильно переживаю у меня никак квартира не прогреется обычно я за эти годы уже поняла что сентябрь октябрь даже на середину ноября они как-то не стремятся усиливать температуру я вот сейчас коленкой специально дотянулась до этой до батареи она не ощутимо теплая вообще не ощутимо теплая только трубы подходящих батареям я прошлом году подумала что у меня вот эти вот воздушные пробки позвала взять а он не открутил все говорит все нормально просто значит вот так они включают отопление а где-то с конца ноября ну и вот до весны самое обидное что например в этом году весна была очень дружно и теплое отопление шпарило во все зато ноябрь вот такой вот ноябрь зато сентябрь октябрь вот такие вот не самые приятные хорошего ощутимого тепла дома нет ну что же я похвасталась показала что у нас творится сейчас понимаю ходят утрамбовывают чтобы потом все застелить так что ли как-то странно да сначала все установили а теперь будет ну хотя на той-то стороне точно так же было посмотрим посмотрим на меня это радует хоть эта сторона будет нам доступна тоже для для хождения от все в песке ну все абсолютно песке ну а дети есть дети они же им же не скажешь ну понимаете о чем я да они его копали пенали я представляю бедные мамы там за голову хватались наверное когда с тоннами песка домой возвращаются кто помнит видео как я шкафы ставила в темной комнате вот эти вот кстати я ими так довольна я теперь всегда вижу что у меня тут лежит но правда единственное что я так и не сделала я не подписала коробки с обувью поэтому вот сейчас не сейчас не 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 только не сейчас ну как-нибудь соберусь проверю каждую коробку и на каждой коробке подпишу что там лежит потому что мне нужно найти осеннюю обувь я примерно представляю в каких по размеру коробках она должна лежать но этих коробок тоже много а что меня сюда занесло тоже кто помнит здесь стоит из-под стиранная машина по моему коробка коробка очень очень большая сюда бы так по хорошему если эту коробку убрать то вместился бы еще один шкаф и вот я получила добро на разбор этой коробки с одной стороны я этим очень сильно не хочу заниматься ну потому что большая часть выброситься это в коридоре который я только-только-только освободила от вот этого всего что я на выкидывала из шкафов и ящиков свои какие-то ненужные вещи опять будет целая куча этих вещей сейчас я помаленьку просто разберу что здесь лежит это лежат старые шторы которые я сняла и поменяла на свои как вы понимаете я живу не в своей квартире а переехала сюда я ради того чтобы побыть быть жить ближе к детям потому что я жила очень далеко и у меня единственная пока внучка больше внуков и внучек нету поэтому как говорится для удобства одной единственной внучки это уже мое наверное у всех были такие накидушки на кресло и диван это такой гарнитур конечно я это не буду выкидывать это надо посмотреть мне что у меня в диване и убрать эти накидушки туда потому что я не знаю для чего они мне но и выкинуть их тоже жалко тут вижу какой-то толстый пакет с толстенным одеялом чует мое сердце что не удастся мне все это выкинуть потому что хранить мне это негде здесь очень старое шерстяное одеяло я думаю что никто не будет против и приятельница моя тем более если я его выкину этими одеялами не пользуется уже миллион лет никто они жуткие они колючие ой а какое тяжелое оно просто неподъемное вот такая вот подушечка она очень как это сказать ну в общем на ней не лежали скорее всего сидели я бы может быть и оставила ее но я в этом смысле очень брезгливо потому что но понимаю что наволочка то дым судя по ее наполнению бэб судя по ее наполнению на ощупь она там вот этот синтетический синтепон даже не синтепух который я по эти в игрушки напихиваю синтепон он очень плохо стирается он потом превратится в комок батюшки святые какие-то еще старые тапочки это подушка в упаковке такой что она мне навевает что а не моя ли это подушка потому что я очень многие вещи было бы было бы какое-нибудь обозначение на этой упаковке я бы точно сказала моя или не моя потому что я как-то за один раз очень многие для дома какие-то аксессуары купила у одной единственной нет раз там вот еще что-то упаковано такой же это очень очень синтетическая такая синтетика вот более синтетической не бывает единственное что можно сделать подпороть и посмотреть что там за наполнитель потому что наполнитель это ценная вещь а так это идет конечно на вытеке сразу вижу какой-то абажур от лампы здесь нет в этой квартире не было никаких ни торшеров ничего это вообще светильник потолку я не знаю он даже по моему в упаковке но для чего нужен я собственно говоря не имею понятия квартира достаточно темная и такой вот подвесной светильник с одной лампочкой он в этой квартире абсолютно не нужен о о господи что же такие вещи то все неподъемные одеяло по качеству какая-то такая толстая вот это вот ткань что я не могу понять из чего сделано одеяло о боже я уже сейчас вижу там коробка с люстры а это я знаю что это коврик и я его сейчас попробую примерить коридор я надеюсь что бэби уже переросла тот момент когда она бэпа что ты там делаешь а ты лапку сосешь а что тебя что тебя нервирует что я опять здесь устраиваю кучу ничего страшного нервничает у нее начинается невроза она лапу начинает не сосет потому что она сосет это как вот дети да чмокают она начинает одну лапу зализывать вот лежит и лежит и я даже думала одно время что у нее там может быть заноза или какое повреждение все отсмотрела даже с лупой смотри нет потом поняла что это у нее такие неврозы что она какое-то свое как только она начинает как-то нервничать не можно про собак сказать нервничать да она начинает насасывать лапу что видимо ей не понравилось что я опять здесь кучу устраиваю тем более она на ту красную подушку попыталась прилечь я думаю что коврик я сейчас вытащу посмотрю в каком он состоянии а люстру блин у меня на балконе уже ставить некуда сейчас посмотрю куда пристроить и можно будет избавиться от этой коробки и здесь у меня окажется грандиозно посмотрите какая она огромная вот видно да от двери вот она занимает такой вот огромный угол полезное пространство украдено вот просто этой коробкой сейчас погляжу подвиг я решила вот так все вытащить сейчас я в лифт поехала это очень тяжело но лучше так один раз отмучиться чем я буду сто раз таскать это все тем более это очень тяжелое как может быть одеяло таким неподъемным не знаю сколько килограммов все я поехала кстати мы за консьержку платим 550 рублей а я смотрела какой-то ролик абсолютно современный из питера они платят 150 прикиньте так прямо в шоке ночь дождь и тут я с коробкой зато я все вынесу и даже эту вот бутылку поехала все доехала еле дышу ничего не буду перебрасывать туда потому что здесь одеяло подушки шторы все в целлофановых пакетах надеюсь что с каждым метром все тяжелее становилось ничего пока не сделали и почему-то снято вот это вот карусель не на я туда конечно не пойду я не хочу на кроссовках притащить песок домой тут и так я уже иду по песку видите все в песке все дорожки надо еще ложится какую-то найти подошву ополоснуть а то же я коридор то убирала ничего нет поравняли поравняли вот этой ровнялкой или как там утрамбовый волкой и все на этом все закончилось сейчас покажу что у меня получилось в темной комнате и что я и как я постелила ковер в коридоре но мне не очень нравится потому что как бы я люблю бежево-коричневое такое неброское получилось как прямо дворец юсуфовых ческазала 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 дорого-богато нам просто красный ковер он очень вызываю вызываю выглядит и вообще сегодняшний день меня абсолютно не устроил потому что как правило я после каких-то нарушений устраиваю как я называю трудотерапию то есть если вчера с приятельницей сидели немножечко выпивали немножечко тортик кушали то значит сегодня я должна устроить трудотерапию а да и я вообще никогда не лежу не вылеживаюсь а предпочитаю встать и начинать двигаться если ну было какое-то нарушение типа алкоголизации организма дорожная разметка что они нам еще разметить хотят они уже нам на размечали даже вот переход к подъезду и дом на размечали я никогда не лежу я предпочитаю встать и начинать трудотерапию сегодня у меня это не особо сильно получилось потому что реально мне кажется что меня задушила эта погода ну как я утром погуляла с собакой что-то там поделала видео загрузила еще что-то поделала и потом я была как бы а ну вот да я вытащила разобрала эту коробку ну и в принципе больше ничего не делала потому что меня эта погода задавила плюс ко всему не особо хорошее самочувствие плюс ко всему из-за baby я включаю а вот эти обогреватели они очень сильно пережигают воздух и вот вечером я решила все-таки вынести мусор поэтому трудотерапия продолжится завтра мне надо убрать в квартире мне надо супчик разгрузочный приготовить потому что я столько всего столько калорий за один за полдня до половины ночи сожрала и выпила что я не знаю теперь наказывать надо себя не просто трудотерапией а вообще самобичеванием ладно все пошла я домой хотя мне нравится погода ветер потеплел не ледяной дождь закончился вот надо же я тащила коробку дождь шел я пришла к подъезду дождь закончился ну прям я не знаю она пошла у меня там baby сейчас тонать будет ну вот такой у меня елки-палки дворцовый стиль получился прям я не знаю дорого-богато тут у меня baby на полотенце сушится иначе в ванной почему-то не смотря на тепло не высыхает единственная проблема вот здесь вот у ковра загнутый закрученный край и я не знаю как его раскрутить иначе ходить неудобно зато шнур от интернета наконец-то под ковром не знаю смогу ли я привыкнуть но тем не менее если не смогу привыкнуть я надеюсь что за осень зиму и весну почему мой коврик который бежево-коричневый в таких слоново-бежево-коричневых тонах проветрится да baby почему мой коврик оказался на балконе кто писал на коврик кто писал на коврик кто писал на коврик ай-яй-яй о господи опять глаз не видно ну я ее и не мыла давно в квартире не так тепло чтобы ее мыть основательно и так то после прогулки включаю все обогреватели какие только возможно и сейчас покажу ну что получилось после того как я эту огромную коробку выкинула что получилось в темной комнате как бы как бы свободней не стало потому что раскладушку убрать некуда масляный обогреватель убрать некуда вентилятор убрать некуда пустые бутылки это к дочке отвезутся ну я вам уже объясняла ситуацию что у нее хранятся запасы воды на меня и на них но к сожалению сейчас мы в сложной ситуации но тем не менее вот есть доступ к этой части вот этого шкафа потому что тут вот до сих пор ну да вот до сюда стояла стояла эта коробка кстати я выглянула сейчас попробую показать я вот выглянула вот она эта мусорка вот она эта мусорка куда я унесла коробку и мне кажется вот сзади мусорки уже валяется моя пустая коробка и видимо там уже забрали все вещи ну почему было коробку то не выкинуть внутрь мусорки ну на нее просто наступить надо да она станет плоская и собственно говоря выбросить вот в это где отделение для бумаги это конечно расстраивает всегда в наших людях но что поделать вот такие вот а мы все все друзья я на сегодня с вами прощаюсь такой был абсолютно непродуктивный влог но потому что но я вам объясняла состояние не какущие поэтому завтра продолжим начнем с завтрака я хочу завтра сделать а такой мимишно вкуснющий завтрак вам понравится поэтому смотрите будьте со мной подписывайтесь ставьте лайки если вам со мной хоть немножко весело но если не весело ну тоже поставьте лайк ну я же стараюсь все равно все доброй ночи уже так поздно пойдем спать